МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Обращение президента в канон мероприятий 24 апреля. В Республике Армении зарегистрировано 42 новых случаев коронавирусной инфекции. Еще одна партия противоинфекционных препаратов и оборудования была вывезена из Китая в Армению. Массовый уголь птиц в районе Хакали в Западной Армении. 303 гражданина были арестованы в Турции за публикацию на тему коронавируса. Боюсь только бога, людей нет. Непокорившиеся сосунцы никакими криптоармянами не стали. Как перевернутые тюльпаны попали на территорию университета. Уважаемые соотечественники, сегодня я должна отправить вам сообщение в связи с церемониями 24 апреля, которые должны были состояться в этом году во всем мире, в том числе и в Западной Армении. Действительно, мир в настоящее время является жертвой пандемии, которая из-за ограничений, чтобы защитить себя от риска вирусного заражения, ставит под сомнение коллективные церемонии в память жертв геноцида, совершенного тремя последовательными турецкими правительствами с 1894 по 1923 годы в Западной Армении. Однако запрет на организацию церемонии не означает, что мы не можем отдать дань уважения памяти жертв на индивидуальной основе. Уже несколько десятилетий многие армяне постятся 24 апреля в рамках церемонии поминовения. Эта акция также демонстрирует сильную национальную солидарность, если она проводится большим количеством людей. Таким образом, есть два способа выразить нашу солидарность со страданиями наших предков, внешней и материальной методой посредством широкого распространения по всему миру, выражающего нашу жажду справедливости после геноцида нашего народа, а затем внутренний метод и духовный, постом и медитацией для внутреннего общения. Независимо от выбранного метода, вы можете видеть, как в течение всего года во всем мире, включая Западную Армению, армянский народ просыпается и собирается представить свои требования о суверенной и независимой Западной Армении. В этом году, 24 апреля, является частью столетия юбилея Северского договора. И нам всем ясно, что мы можем добиться поминовения, которого заслуживает армянский народ. В Армении за сутки зарегистрировано 42 новых случаев коронавируса. Об этом новости Армении НЮСЭМ сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава. В общей сложности на утро 17 апреля в стране зарегистрировано 1201 инфицированный коронавирусом. Отрицательный результат был зафиксирован при проведении 10 793 тестирований. Фактически сейчас лечатся 780 человек. Выздоровели 402, скончались уже 19 пациентов. В Армению из Китая накануне были доставлены медицинские принадлежности и аппаратура, необходимые для борьбы с коронавирусом. Как сообщил вице-премьер страны, комендант на период чрезвычайного положения Дегран Авенян, этот уже второй авиарейс был организован комендатурой Армении. Большая часть помощи была приобретена на финансовые средства Всемирной продовольственной программы компании Эдуарда Эрнекяна, аргентинский предприниматель армянского происхождения, фонда Мойшак, фонда Измерлян, фонда Гаусс, Глюбинькиан, гуманитарного фонда Сурб Саркис, армянского всеобщего благотворительного союза и других доноров, сообщил Авенян. По его словам, самолетам также доставлены медицинские принадлежности и оборудование, приобретенные на государственные средства Армении, а также подаренные китайскими благотворителями. Выражаем благодарность всем ведомствам, вовлеченным в процесс, а также правительству Китая за содействие в реализации полета, добавил комендант. Расположенный в Юкекском районе провинции Хакали, Западной Армении, Нихилхихихнут, находится под защитой и является домом для сотен видов птиц. Десятки птиц Орде и Аде, найденные мертвыми около водоема, в эти дни вызывают большую беспокойность. Эти птицы похожи на журавлей. В Турции за последний месяц было арестовано 303 гражданина за необоснованные и провокационные сообщения о коронавирусе в соцсетях. Об этом Министерство внутренних дел сообщило на официальной странице микроблога в Твиттере. Сообщение министерства особо упоминается. За последние 31 день в социальных сетях было изучено 5603 аккаунтов, в которых были сделаны необоснованные и провокационные посты. Было найдено 765 пользователей, 303 из которых были арестованы. Государственное телевидение Западной Армении представляет вам совместный проект Найри Охекяна и спутник Армения Западной Армении. В поисках армянского следа в Западной Армении мы остановились в Сосумском регионе. Это земля героев. Именно здесь турецким войскам оказывалось самое ожесточенное сопротивление. Именно здесь, куда геноциду, удалось спастись наибольшему количеству людей. Сосумцы всегда сплавились своим упорством и строптивым непокорным духом. Неслучайно армянский национальный эпос посвящен именно им Сосна Церер. Неустойчивые сосумцы, так и не склонившие головы перед арабским халифатом. Сегодня, спустя век, после страшного геноцида в Османской империи, сосумские армяне не только не отуречились, но и сохранили свой язык и свою религию. Статья полностью доступна на нашем сайте. Перевернутые тюльпаны, растущие в высокогорных районах Шернакской, Персимской, Иванской областей, Западной Армении являются эндемичными растениями, которые открываются с приходом с весны. А в народе называются плачущие невесты. Тюльпаны, которым грозит неисчезновение, защищены. Вызов посадка в других местах, а также покупка и продажа семян запрещены. Многие перевернутые тюльпаны расцвели в кампусе университета Бюракон. Фотографии тюльпанов были размещены на официальной странице университета в Твиттере. Как они попали туда, мне неизвестно. На сегодня у нас всё. Далее мы представим вашему вниманию Сасунгамуит. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok